сейчас прошел . подлить всем по честному я сейчас рассказывал тогда все вы знаете как дальше будет то что не каждому очень полезную считаю рассказал если кто-то отключится когда выйдет тему довольно сложно серьезно ничего страшного нас всегда было мало и будет мало интереса добрый день я выписывал 7 наши кольца с юга схожесть была 100 процентов но не перезимовали естественно с юга так у вас выписывала саженцы 2 яблонио прикосы посадил на холмах участок на старом русле реки отсыпаны грунтовая вода раньше долго стояли в последнее время огород высыхает быстро саженцы полосил 2020 лечеби сирена хорошая девочка долго еще про прости будут это место весной хочу выписать у вас косточки китайской селе вот это хорошо грушится на север шелковица на которых и 0 давайте разделим вот это вот смотрите старая русла конечно это не то что хотелось бы мне прочитать что получается косточки китайской сливы китайский понятно что у меня были уже первая сотня вебинаров все фотографии пересмотрели те классические которые готовы для будущих учебников и там конечно показывал густые прекрасные корни сливы не сказать что длинная груши гораздо хуже скорее всего груши вот вы выпишите у меня причем я заметьте я всегда про честного я всегда пытаюсь отговорить вот скорее всего у вас выбор тут корни со временем и прощай мася вот чернослив чернослив это тоже слива одобряю шелковица шелковица видите они делятся на семечковые вот и выращены с помощью укоренения если семечковые они будет это мощное росло деревья если каким-то чудом они у вас и выживут то корни для корней нужно ну три пять шесть метров до грунтовых вод это реальность жестокая если вырастить укоренением куда вас отправить далеко-далеко на урал челябинск алексей калюси вот и муна укорененную шелковицу так он же его это он продает чернень корами а самой опять проращивать а вам нужны косточки запомните шелковица из семечек очень-очень деградирует не так оно приспособлено тем что даже первым поколением можно дать такие мелкие плоды чтобы сами возьмете топор а у вас еще к тому же грунтовые воды получается челковица я мне рекомендую остаемся с левой чернослив а там решать вам раз уж вы попали в такое место вам будет трудно но из хорошего выписали китайские корс китайские сливы помните я вам показывал фотографии да еще ниже у меня есть одна почти случайно сюда попала там меня сливы привиты на абрикосе а соседние дерево помните абрикос привит на сливу вот и получается там где довольно далеко там сливом делать нечего помните я сколько прокинал вот эту страшную полугодовую засуху в этом году сливы почти не дали прирост и потому что у них корни короткие попали в зону засухи даже груши что творилось получается что места где довольно далеко вы берете сливу прививательный абрикос а там где вода близко и казалось бы шансов 0 или мало вы берете и прививаете абрикос на сливу и вот в вашем саду и сливы и абрикосы вот если вы еще научитесь прививать а что вы написали которых не нужно будет делать прививки то есть ваши шансы без прививок не то что равно нулю но у вас будут прекрасно себя чувствовать сливы вишни и яблони у них есть одна особенность вы хотите опять же косточки да прежде чем померить дают отводки когда чувствуешь свет близка они дают отводки вот это еще в какой-то степени спасение а отводки корневые вот растет метр в двух а это часть общего организма это с помощью попива это общее дерево большое дерево и отводок как-то отводок 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 это все одно и то же дерево и у него генетика одно и то же как мог объяснил что ничего хорошего здесь